10.06 в Москве. Доброе утро, друзья. Это программа «Ранет сегодня» 23 января 2012 года. Говорю, для того, что если вы слушаете нас в записи, то знали, за какой период, собственно говоря, слушаете. Мы обсуждаем главные события ушедшей виртуальной недели, то есть того, что произошло в интернет-бизнесе, в интернет в целом, не только касающемся коммерческой составляющей в социальных сетях и всем том, что с этим связано. Как обычно, мы говорим на чистоте 99.6 в Москве, если вы слушаете нас по радио. Онлайн нас можно услышать на финам.фм, в любой точке мира, извиняюсь за таталогию. Ну и, как сказал уже в записи, в подкасте можно слушать нас в любое удобное для вас время. Рекомендую подписываться для того, чтобы не подставиться под сетку вещания. Традиционно разговор ведется не в монологе, вместе с гостями, которые комментируют события той самой шедшей недели, гости сегодняшней передачи это Борис Овчинников, партнер следственного центра, следственного агентства, пардон, Data Insight. Доброе утро. Доброе утро, Борис. И Василий Османов, издатель онлайн-журнала Look at Me и The Village. Добрый день. Добрый день. Доброе утро. Переместились мы уже по времени суток. На улице солнца. Приветствую, Василий. Да, на улице солнце, мороз и солнце, день чудесный. Как я говорил за эфиром, в титре написал один известный деятель по поводу сегодняшней погоды в Москве. Очень холодно, комментируя те, кто находится за пределами столицы. Холодный ветер. Он написал так, что главное, что радует в условиях такого мороза и пронизывающего ветра, то, что зима мягкая, как говорили прежде. Мягкость ему закончилась. Чего не скажешь, на мой взгляд, о событиях в области интернета. Они динамичные, энергичные. В общем, категория мягкости тоже к ним не подходит, наверное. Значит, сегодня мы обсуждаем следующее. Те моменты, которые выделил наша редакция, которые нам показались любопытными для обсуждения. Мы говорим о запуске Facebook, Facebook-платформы под приложение для нового типа пользовательского профиля, Timeline. О массовых протестах против принятия Конгрессом США суровых законов в области интернета и авторского права. О разгроме одного из крупнейших фалообменных сайтов мира. О том, как будет организована онлайн-трансляция выборов президента России 4 марта. А также о том, как в конце прошлого года сервисы Mail.ru Group опередили, по данным разных источников, по посещаемости страницы Яндекса. А сколько вам показалась эта неделя, ушедшая неделя, насыщенной, коллеги? Вот из того, что было озвучено, что кажется наиболее интересным? Борис. Ну, про насыщенность, наверное, все-таки то, что праздники были совсем недавно, еще сказывалось, и народ только раскочегаривался. А из событий недели, безусловно, самое такое яркое и заметное, это суточный само-блэкаут Википедии. Протесты против СОПа. И вот неработающая Википедия как действительно визуальный образ этого. Ну, а следом еще и последовала, в общем, безусловно, связанная с этим история с Мегаплоудом, самая громкая новость недели. Любопытно, да, они связаны абсолютно точно, и если Википедия это скорее такой знак того, что побеждают сторонники новой идеологии, то, что они, по крайней мере, умеют давить, показать собственное мнение, а вот то, что Мегаплоуд так живенько прикрыли, мне кажется, что это показывает, что сильны еще вот эти вот копирайтеры в их традиционном представлении. Василий, согласен? Ну, я думаю, что с Википедии, ну, с победой, ну, не с победой, а, как бы сказать, закон же пока еще не приняли, ибо Обаму резко против, высказал с него, и его в итоге, видимо, не протащат. Ну, в том виде, в котором он был подан в Конгресс США, и вся, и все Википедии, и Reddit, и еще там миллион сайтов, которые поддерживали этот blackout против соп и пипы, это тоже довольно серьезные действия, когда люди показали, что, ну, довольно значимым компаниям, в том числе и Гуглу, это все не очень нравится, не очень интересно. Но при этом это какая-то такая довольно сложная история про авторское право. Ну, по значимости, пока мы сейчас не будем загуляться за него глубоко. Нет, я считаю, что это будет история этого года вообще в целом, история, ну, как бы, авторского права и попыток закрутить гайки. Она связана с несколькими причинами, ну, в основном, конечно, с авторским правом как таковым, что люди хотят денег больше зарабатывать, но в основном с событиями прошлого года, которые связаны с всякими революционными настроениями, поскольку государством типа США или европейским государством необходимо какое-то законодательство, которое позволяет вне экстремистских, скажем, обвинений закрывать довольно значимое количество сайтов. А копирайтные претензии – это основной инструмент будет в этом году. Иными словами, главная плоскость сегодняшнего нашего обсуждения, она будет лежать в области копирайтов и тех двух новостей, касающихся мега-оплоуда и блэкаута Википедии, ну, и все с этим все связано, да? Ну да, можно посмотреть применительно к России, как это может происходить. Хорошо. Посмотрим, как будет строиться наш разговор. Заметьте, коллеги, что те, кто слушал нас и прежде, кто слушает нас сегодня постоянно, то, что это некая новая часть в нашей передаче, мы попробовали и будем думать, что делать так и в следующий раз, в следующие разы. Для начала представить себе картинку в целом, а потом разобрать ее по частям. Для того, чтобы в финале, в отличие от предыдущих выпусков, вместо резюме, как это делалось прежде, сделать, наоборот, некий прогноз на будущую неделю. Вот такова будет структура передачи сегодня. Это некая новация в Рунете сегодня. Надеюсь, что та, которая понравится вам и покажется любопытной. Кстати говоря, в твиттере Максим Спиридонов, в моем личном твиттере, который работает в служебных целях на время передачи, предлагаю вам комментировать ход сегодняшней дискуссии, как это делается обычно для передачи в прямом эфире. И, в частности, по поводу этого предложения, таким образом строить формат программы, вначале обсуждать общий контекст недели, а потом уже двигаться по частям, вы тоже можете высказываться. Итак, с вступлением все. Для начала поговорим про Facebook. Рунет сегодня Социальная сеть Facebook запустила платформу Timeline Apps. Она поддерживает разнообразные приложения на базе протокола OpenGraph. На персональной странице пользователя, который прибегнет к помощи приложений такого типа, будет отображаться, например, информация о том, в каких местах он был, какими рецептами воспользовался, какие покупки совершил. Эти действия участника соцсети отображаются в новостном блоке его друзей. Василий, вы много работаете, я знаю, с Facebook. Насколько значимы, с твоей точки зрения, вот эти преобразования и действия Facebook в целом? Я даже был на презентации на F8 в Калифорнии, когда презентовали это все. Ну, как бы восторга не вызвало, ну, такой тип приложений. Это как бы логичное развитие Facebook. Мы пользуемся, частично начали внедрять всякие истории с Read, ну, когда человек читает какую-то статью, и у него добавляется это таким виджетом. И вообще история с виджетами, она очень хорошая, но мне не кажется, что это как бы просто эволюционное развитие того, что Facebook и другие платформы делали. То есть ступень, которая потом потребует чего-то большего, более органичного. Ну, то есть они, у них же цель какая, то, что и Марк заявлял, и то, что многие представители Facebook заявляли, они хотят данные анализировать, ну, вывести данные на новый уровень, чтобы превратить, как завещал Тим Бернсли, ну, как бы строят уже не интернет-файлов или интернет-ссылок, а интернет-данных, когда людям дают доступ к массиву информации, в данном случае довольно на бытовом уровне, который позволяет много чего понимать, например, о твоих друзьях понимать, что ему нравится, куда он ходит, куда тебе стоит сходить, или куда тебе не стоит точно сходить, чтобы там этого человека не встретить. Борис, что думаешь по этому поводу? Вряд ли пользователи особо заметят эти нововведения, то есть они не заметят вот такого резкого контраста перехода. Постепенно, постепенно, да, таких приложений будет становиться все больше и больше, но с точки зрения пользователей, конечно, куда важнее было введение, собственно, таймлайна перед Новым годом. Это то, что все заметили, обсуждали, привыкают. Для всех, да. А суть таймлайна можешь объяснить для того, кто не очень в курсе, слушающих нас, пользователей, может быть, не очень глубоко погруженных в Facebook? Одним словом, одной фразой хронологическое представление истории действия человека в Facebook. Даже более широкой истории жизни. Переходя от этого к попытке построить историю жизни. Это разумный переход, потому что прежде все-таки было нечто похожее на профиль ВКонтакте. Думаю, что для многих слушателей это более понятно. И это был несколько проще. Сегодня интерфейс на это выглядит несколько более громоздко, мне кажется. С одной стороны. С другой стороны, такая заявка глобальная. Нет? Ну, глобальная, конечно, заявка. Но они вообще даже и презентовали, когда это, ссылались на один из эпизодов сериала Mad Men про кодек, про то, когда человек показывает всю свою жизнь, это вызывает бурю эмоций. Но они просто пытаются передумать, как профиль человека в социальной сети работает и выглядит, что это такое. Это как бы это уже не просто визитка, а это некий суперсемейный альбом, в который ты вклеиваешь какие-то важные события своей жизни, для того, чтобы помнить. На самом деле, довольно интересно. Они в течение пары лет экспериментировали, иногда включали и выводили, например, что вы делали в этот день год назад, показывали вам. Я не видел. Они экспериментировали много с этим всем. Довольно интересно, потому что, по крайней мере, людям сейчас становится более важным следить за тем, как они выглядят в социальной сети, потому что все это сохраняется каким-то образом. Фейсбук помогает очищать от всяких шелухи, но при этом, теперь заходя на человека, ты про него знаешь значительно больше. Насколько, кстати говоря, кажется вам важным, полезным то, что в результате вот этого действенных приложений, по всей видимости, можно будет понять интересы человека более понятны с точки зрения действенной. Не то, что он пролайкал, то, что не нравится там Ford или там BMW, Макдональдс и Кока-Кола, а то, что он реально делал, то есть читал действенно, да, там, готовил, пел песни, не знаю. Вот это вот в виде суммированного, мне кажется, даст очень любопытную информацию в результате месяцев и годов жизни человека, суммирующихся. Это так, ну, это их цель, на самом деле, и Фейсбука, и, на самом деле, правильно, я соглашусь с тем, что людям это будет сначала незаметно, им все равно, и это, на самом деле, достаточно большой успех, что людям все равно насчет того, что как это появляется, значит, это работает адекватно и, ну, выполняет свою функцию сбора информации и ее дальше анализы. А дальше, наверное, на основании этого людям можно массу вещей предлагать, потому что мы друзей своих мало чего знаем, а сейчас у них есть возможность это все рассказать. С другой стороны, там, начнут, может быть, разговор дальше про то, что это все нарушает какую-то частную жизнь, потому что это все отдается не только твоим друзьям, но это в целом... Ну, эти разговоры все тише и тише в последнее время. Мне кажется, они замокнут вообще. Ну, это как эта история с пляжем для нудистов. Когда человек приходит на пляж для нудистов, он должен либо, как бы, уйти, либо раздеться, либо пытаться людей этих заставить одеться. Ну, как бы, естественно, одно нормальная реакция, вторая реакция, как бы, параноидальная, а третья реакция, вот, естественно, люди в итоге предпочитают на этом пляже к голышам бегать. Хотя немцы уже ушли от этого жесткого разделения, в общем, это... Хочешь, раздевайся, хочешь, не раздевайся. Ну, мне кажется, тоже не очень удачно у них получилось. Там какие-то были в земле Шлезвии-Кольштайн, попытки задавить в Фейсбук, собирающий какие-то данные, автоматически собирающие данные пользователя, но это не очень получилось. Бог с ним. Будем двигаться дальше, потому что у нас впереди как раз тот самый интересный разговор по поводу Википедии и, как уже говорилось, в программе о беспрецедентной акции протеста онлайн-изданий. В среду, 18 января, английская версия онлайн-энциклопедии Википедия закрылась на сутки в знак протеста против антипиратского законопроекта СОУПа и законопроекта по защите интеллектуальной собственности ПИПа. Это решение одобрили редакторы ресурса. В цифровой забастовке, наряду со многими другими сайтами, участвовали популярное новостное соцмедиа, Reddit и сервис электронных объявлений, Craigslist. Информацию об акции протеста разместило более 7 тысяч сайтов. Из-за волны недовольства законопроектами их рассмотрение палатой представителей Конгресса США и Сенатом отложено на неопределенный срок. Вот такие дела. Настолько опасны законы для интернета, в частности СОПа, как считаете? Ну, в том виде, в котором они его пытались в Конгресс подать, он крайне опасен. Он позволяет закрыть любой сайт, на котором присутствует ссылка на нелицензионный контент, неважно, от кого эта ссылка происходит, от администрации сайта или от пользователей. Без решения суда. Без решения суда, да. И это дает огромную власть для манипуляций, ну, как бы, даже не в первую очередь правообладателей, которым, на самом деле, большинству уже все равно, потому что они как-то, ну, нашли модель заработка за вот эти вот, за это время. Не все, конечно, но многие уже переходят на более щадящую, скажем, по отношению к пользователям модель зарабатывания, но, на самом деле, дает массу манипуляций для, скажем, политических манипуляций. Самый интересный и смешной факт про этого конгрессмена, который этот закон протаскивал, у него на его официальном сайте, на заднем плане, картинка находится, ну, как бэкграунд. И люди выяснили, чья эта картинка, нашли фотографа и, как бы, выяснили, что если бы этот закон бы приняли, то сайт этого конгрессмена можно было бы смело закрывать, потому что он никаким образом, там, легально эту картинку не получил, а просто стырил из интернета. Забавно. Собственно, вот. По поводу цензуры, тут вот, как бы, сгущая краски, да, понятно, что американцы вроде как борются за авторские права, но понятно, что по принципу, а у вас негров линчуют, если американцы закрывают сайты за нарушение копирайта, то самые разные режимы по всему миру чувствуют себя в куда большем праве закрывать сайты за то, что там пишут, не то, что им нравится. Так что это еще и такой общемировой подрыв демократии и свободы слова в интернете. Ну, получается, что давление Википедии и других онлайн-СМИ, как, впрочем, онлайн-сервисов, оказалось в свое влияние. По крайней мере, так кажется. Ну, не совсем, это было частью значимой, ну, и, как бы, и вот эти ребята. Напомню, что GoDaddy, крупнейший в мире регистратор доменов, он один момент было поддержал это дело, а потом публично раскаивался в этом. Это было тоже незабавно. А сейчас много кто раскаивается. И Sony, и Nintendo раскаиваются, что они поддержали это законодательство. Но, как бы, игровую индустрию в этом смысле можно понять, потому что для большинства, ну, большей части паблишеров, кто не онлайн-игры издает, единственный способ заработка – это вот копии, которые в магазинах там или через интернет продаются. И для них это, конечно, серьезные потери денег, их основных денег. А вот для кино, музыкальной, книжной индустрии – это все, на самом деле, просто недополученная прибыль. И поэтому люди так возмущаются в этом плане. И вот эти сайты все, и Википедия, и Reddit, и SlashDot, и Google на черной плашкой закрывал себе на это время, они показали, что значимое количество игроков против. Но мне кажется, что это как любым законам, его сначала пытаются протащить в самом страшном виде, а потом какие-то люди высказываются против, его смягчают, смягчают, но в итоге его могут все равно принять в каком-то виде, который нам все равно не понравится. Но мы уже по этому поводу переживать будем значительно меньше. Потому что он смягчен. Будет казаться, что мы вот победили, вон Обама против этого закона выступил, анонимы сайты положили. Борис, а кто может быть зарисован в принятии этого закона? Вот на уровне высоком, если следовать логике Василия, если ты с ней согласен, о том, что кто-то активно лоббирует этот закон, получается, ну, как бы хочется протащить его через череду различных препятствий и так и принять? Я честно признаю, что не настолько глубоко вникал в нюансы политической борьбы вокруг закона, чтобы рассуждать на тему того, кто именно его лоббирует и кому он интересен. Но скажу о том, что мы, видимо, присутствуем при формировании новой политической реальности. Ведь этот год — это год президентских выборов США. Ну и президентских, и выборов Конгресса. И если в Европе вопросы копирайта сводятся к локальным успехам пиратской партии, в Берлине, в Швеции, то США, похоже, что именно в этом году вопросы копирайта станут существенным фактором политической борьбы. И позиции кандидатов по этим вопросам будут напрямую влиять на их популярность и их рейтинги. Можно ли сказать то, что мы говорили в эпиграфе программы, что вот это решение вопросов вокруг копирайта — это один из ключевых моментов вообще последних, может быть, лет онлайна. То есть смещение, представление, смещение вообще плоскости разговора о бандерских правах. Да, да, однозначно. Однозначно мы еще это будем несколько, не знаю, ну десяток лет точно с этим сражаться. И получается, что политическая компания, вот эта вот президентская компания — это некий катализатор страстей и, главное, развития событий вокруг этого закона. Обама — интернет-президент. То есть, ну, Обама — человек, которого, по сути, не то чтобы выбрал интернет в США, но который являлся олицетворением надежд той части активного американского населения, которая сидела тогда в интернете. И, как бы, его предвыборный штаб, один был человек, который был в Фейсбуке соосновательным, ну, одним из самых первых людей, кто там. То есть, которое могло бы выйти на американскую болотную? Ну, по сути, да. Ну, как бы, американская, не американская болотная, но смысл в том, что, как бы, эти люди, ну, одна часть людей понимает, как интернет устроен и работает. Ну, это, скорее, люди, представители Обамы. Есть люди, которые не понимают, которые на стороне крупных корпораций, это вот со стороны республиканцев происходит вся эта история у них. И вот этот год будет показывать людям, каким образом вот новому миру в легальном поле сражаться с свободой слова и, на самом деле, с интернетом, как социальным проявлением. И копирайт — это просто одна из, один из первых шагов в этом всем. Просто самое очевидное, потому что люди за это деньги платят. Хорошо, будем следить за разным событием. Нужно двигаться дальше. Короткий комментарий из титра. Я слежу за тем, что поступает. Уважаемые друзья, слушатели, не все успеваю озвучить, но вот одно не могу не озвучить. Когда мы говорили про Фейсбук, приступил к комментарии. Что такое Фейсбук из деревни Аникина, Томская область? Про Твиттер уже знаем. Такой вот комментарий. Сейчас небольшая рекламная пауза и в скорости вернемся. Доброе утро снова, друзья. Это программа «Рунет сегодня» на волнах Финам.фм либо финам.фм. Есть слушатели нас в интернете. Также напомню, как обычно это делаю, о том, что подкаст «Рунет сегодня» тоже никто не отменял. Его можно скачивать или подписываться на него на сайте снова-таки финам.фм. Мы говорим о главных событиях ушедшей виртуальной недели вместе с гостями студии. Это Василий Османов, издатель Look at Me и The Village, и Борис Овчинников, партнер исследовательского центра агентства Data Insight. Еще раз, коллеги, доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро. Значит, поговорив о одной стране медали, о том, что там происходит с протестами против этого одиозного закона СОПа, который, если бы был принят, то мог бы дать возможность давить определенные сайты без решения суда и так далее. То, что мы обсуждали, не буду повторять глубоко это все. Мы сейчас поговорим о еще одной стране медали, а это страна вокруг закрытия одиозного достаточно проекта. Если в ситуации с обсужденным ранее законом СОПа представители и проболатели пока проигрывают, сейчас об одной их, наверное, на победе. Рунет сегодня. 19 января по запросу прокуратуры американского штата Вирджиния был закрыт файлообменный сайт MegaUpload.com. Его создатели и руководители, в том числе основатель сервиса Ким Шмидц, обвиняются в неправомерном использовании объектов авторского права. Фигурантом дела инкриминируется нанесение ущерба правообладателям на сумму свыше полумиллиарда долларов США. Господин Шмидц и трое его соратников, чьи имена пока не раскрываются, арестованы в Новой Зеландии. Еще трое находятся в розыске. Взятые под стражу руководители сервиса свою вину отрицают. У нас, конечно, действительно, это был один из крупнейших подобных сайтов файлохранилища. Предсказуемо было такое действие? Как думаешь, Борис? Честно говоря, это некоторая неожиданность. Особенно удивляет вот такая синхронность, когда одновременно закрывается ресурс, арестовываются на другом конце мира ключевые фигуры, стоящие за данным проектом. Надо сказать, что говорит о хорошей организации, видимо, о долгой подготовке. Ну, видимо, нашли к чему придраться в рамках существующего законодательства, потому что... Несомненно, там просто масса нелицензионного контента, порно, всего чего угодно. Но это довольно сложно инкриминировать, поскольку вот есть закон о безопасной бухте, который позволяет владельцам хостинговых площадок нести ответственность за действия своих пользователей. Но они, видимо, смогли каким-то образом применить вот эту ответственность по отношению к владельцам мегаоплоуды, и, как правильно сказали, что он был довольно одиозный, и вообще владельцы довольно одиозные. Да, владелец там, главный владелец, хорош, просто красавец. Вот, ну, а, видимо, он раздражал больше всех, потому что, вот как же называл сайт, который до этого, года два назад закрыли? Раппетшер, нет? Раппетшер, да. А его закрыли разве? Нет, нет, его не закрыли, его... Как раз все хорошо, он пошел на сотрудничество. Да, он пошел на сотрудничество, но, видимо, мегаоплоуд, как бы, поскольку он достаточно одиозный человек, он, как бы, на сотрудничество не пошел, и их прикрыли. Ким Шмидтс, имеется в виду, да? Да, да, да. Кстати, что забавно, у него финское и немецкое гражданство, живет он в Новой Зеландии, вообще он такой... Я почитал немножко о его биографии, владелец особняков, люкс автомобилей, то есть человек, живучий широко, и, видимо, это тоже не понравилось. Ну, я думаю, что это в последнюю очередь влияло на принятие решения прокуратуры Вирджинии. Я, знаешь, даже не так скажу, наверное, именно то, что он такой вот любитель красивой жизни позволило именно с них начать, возможно, потому что, ну, такая вот вызывающая расточительность, ну, может быть, не совсем уж активная, как это бывает, но тем не менее, и сиборитство, оно не вызывает симпатию у обычных людей, и поэтому проще таких людей арестовывать. Ну, вероятно, вероятно, но хотя за него начали, поскольку он одиозный человек, его почему-то люди полюбили, и также начались бурные протестные действия в интернете, в его защиту, защита мегаоплоуда, но здесь сложный вопрос, на самом деле, как бы, не то, чтобы я соглашусь здесь с Павлом Дуровым, который недавно озвучивал, почему он не борется особо сильно с тем контентом, который внутри ВКонтакте существует, ну, какой смысл бороться с тем, что появится через 10 минут на другой площадке, для тех же людей, и, как бы, ну, какой в этом практически... Ну, это странная отговорка. Если нету правил и неких принципов, по которым ты можешь это все фильтровать, то законодательно принятых, то, как бы, это бессмысленно, потому что это просто, ну, к чему не приводит, потому что это начинает расти в десятках других мест. Если это нормальный человек и включаешь внутреннюю цензуру, то ты выключаешь, другой тоже нормальный человек и включает, и вообще решается все вне области регулирования страны МВД. Здесь дело же не в регулировании МВД, а дело в том, что само понятие, как бы, владения или, скажем, ну, нет, просмотра файлов в интернете, оно еще далеко от тех же норм, то есть, как бы, книгу или, там, диск мы можем пойти в магазине, взять прокат или, ну, как бы, у нас то, что есть физическая штука, по отношению к которой нам лицензионные права выдают или, там, лицензию дают, то в интернете с этими файлами ты ничего не можешь сделать. На самом деле, под угрозой находятся практически все хостинги, неважно, насколько они одиозны или не одиозны, начиная, там, не знаю, от любимого многими дропбокса или даже, не знаю, какого-нибудь народ-диска, на который люди закачивают, ну, массу всего, и поскольку они это слишком в открытый доступ не дают и, там, поиск по этому делать не разрешают, к ним пока претензий никаких нет, у Мегаплода можно было это искать, все было. Мне кажется, что тут налицо все-таки именно по признаку одиозности наказание самого заметного, именно то, как это готовилось, то, как это все делалось. Ведь администрация, Мегаплод, по запросу правовладателей систематически удаляла тот контент, который они просили. То есть они, не знаю, как это происходило процедурно, но подтверждено, что они постоянно, у них работала эта команда людей, запрос приходит, они его как-то, видимо, проверяют, удаляют. Они сотрудничали, тем не менее, их закрыли. Ну, как раз, насколько я понимаю, там были проблемы именно с адекватностью этого сотрудничества. Да, формально делали вид, что окей, удаляем, но, насколько я понимаю, их в первую очередь поймали как раз на их внутренней переписке, где они имели неосторожность радоваться обилию пиратского контента. И, в общем, честно, друг другу признавались, что да, наш бизнес в первую очередь строится на пиратском контенте, и мы на нем зарабатываем деньги. Это любопытно. Возможно, действительно, если это главная улика подтвержденная, то это довольно сильно. Ну, вот за что купил, за то и продаю. Ага. Вот у нас, помните, закрыли торренс.ру, он тут же открылся на рутрекер. Как будет с Мегаплод, что думаете? За них слишком круто взялись. Да, и... И есть конкуренты. Их прижмут, и прижмут довольно сильно. Но это, говорю еще раз, это большой, огромный звонок для всех даже, ну, как бы, вполне себе чистых и пушистых хостингов, любых хостингов. Можно сказать даже так, что, наверное, сегодня-завтра во всех крупных подобных компаниях, наверное, сегодня, которые имеют какое-либо отношение к хостингу файлов, проходят совещания менеджмента на этот счет. Я думаю, что высокая степень вероятности. Ну, даже Амазон, через облако Амазона работает огромное количество этих файлов хранилищ, у них там постоянно попытки как-то это все вычистить и проектные права защитить. Но, я говорю, единственная сейчас защита для большинства это в том, что у тебя нет поиска по базе данных, которые хранятся у тебя на серверах. Потому что, ну, как бы, если прямая ссылка, ну, как бы, прямая ссылка. Ну, и слава богу, никого это особо не волнует. Ну, по-моему, давно написаны внешние поиски по мега-аплоуду и по рапидше и все прочее. И в этом же и проблема была, вот, ну, в том, что можно было найти что-либо. Не в том, что скачивалось оттуда или там хранилось. Это же не главная проблема. Проблема, что можно найти. Окей. В общем, более-менее с ними ясно. По крайней мере, на сегодняшний момент будем следить за развитием событий. А далее в выпуске снова. О политике давно мы о ней не вспоминали. Рунет сегодня. Стали известны подробности об организации онлайн-видеотрансляции выборов президента России, которые пройдут 4 марта. Система видеонаблюдения будет основана на технологии компании «Телемаркер», сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Масух. Совокупный бюджет проекта оценен в 13 миллиардов рублей. Его генподрядчиком назначен Ростелеком. На каждом из почти 100 тысяч участков будет установлено по две камеры, подключенные к ноутбукам и передающие изображения и звук в реальном времени. По заявлению ЦИК, на конец прошлой недели 70% оборудования для передачи видео было доставлено из стран Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что желающим посмотреть трансляцию нужно будет заранее выбрать картинку, с каких участков они хотят получить. Вот такие дела. 13 миллиардов рублей. Это оправданно, Борис? Такие деньги вложены в историю с веб-камерами. Причем в историю, которая, казалось бы, возникла импровизация на прямой линии Путина после витингов. У этого вопроса есть два ответа. С точки зрения стоимости реализации такого масштабного проекта в такие ненормальные сроки, сжатые, может быть, сумма и оправданная. Тут просто невозможно со стороны оценить. А с точки зрения всей идеи в целом, наверное, эти деньги можно было найти сотни применений куда более эффективных, интересных, а проблему обеспечения прозрачности выборов решать другими, опять-таки, более эффективными способами. В меньшие, возможно, деньги. Не находишь, Василия? Я соглашусь, что можно было поставить камеры для наблюдателей, не подключенные к интернету, оборудованные железными решетками. Сделать какие-то такие волшебно-прозрачные урны пресловутые, действительно. Да, здесь они не с того... Ну, как бы, это популистское решение, которое, видимо, они собирались каким-то образом делать, чтобы это выглядело нарядно для западного сообщества. Владимир Владимирович на беседе с телезрителями озвучил. Сделали, но, как бы, смысла от этого никакого нет. Такое количество камер физически невозможно адекватным образом отследить. И самое главное, что, как бы, любая видеокартинка, она, как бы, повод для манипуляций. Даже онлайн. То есть... В общем, получается... Что не отменяет обычных живых наблюдателей, которым не все равно в плане эффективности нахождения проблем. Лучше бы, ну, как бы, приняли какое-то законодательство, которое позволяет им снимать адекватные, чтобы они могли ссылаться на какие-то нормы закона, которые сейчас существуют, но они адекватно не реализуются. Это ключевой момент, мне кажется. Мы уходим, правда, несколько не в свою плоскость, плоскость политики, но не можем это не сказать, поскольку уж разговорили о вещах, касающихся интернета. Получается, что вот эти вот сеть камер, которые будут расставлены по стране, она в итоге, ну, не даст и, не знаю, четверти того эффекта, который могло бы дать или которое представляется с точки зрения вот масштабности этого проекта, представляется со стороны исполнительной власти. То есть, вот мы так круто зашли, вот, пожалуйста, все прозрачно. На самом деле, ну, получается ерунда. Это создает такой шум, такое количество шума, которое хуже, чем, ну, то, что было до этого, потому что разбираться с таким количеством видеозаписей просто физически невозможно. Нет никакого акцента, нет, ну, то, с чего началась на самом деле вся эта история после выборов декапресских. И более того, мы говорим не про видеозаписи, а про лайв-трансляции, потому что, там, правовой статус и возможности доступа к записям постфактум, насколько я понимаю, пока вообще еще не определен. И, да, записывать, кто это записывать будет с камерой этих, ничего совершенно непонятно. Конечно, люди могут организоваться как-то. И главное то, что сказал ты, вот это вот люди, которые не все равно, которым не все равно, и которые находятся на месте. Потому что находясь на месте, можно при наличии, у меня этого не все равно, какие-то действия предпринять. А по камеру ты смотришь, о-о-о, понесли, и чего ты, сидя в Новосибирске, там, говоришь об этом участке в Петербурге или Москве, ну и что? Ну, ты записал на бумажке, сделал фотографию экрана, там, даже записал, если ты продвинутый пользователь. Нотариально заверенный скриншот сделал. А посмотришь, нотариально заверенный этот самый скринкаст. То есть ты продвинутый пользователь, ты записал с экрана вот эту вот онлайн-трансляцию камеры и пошел к нотариусу, и что? Уже не получится, надо нотариуса брать сразу с собой и усаживать рядом с собой. Да, и там, типа, о, нотариус, смотри, пальцем подписывай немедленно. Ну, реально получается какая-то ерунда. Ну, просто жалко, что такое количество денег, мне, опять-таки, просто по-менеджерски жалко, уходит черти куда. Я вот смотрю на цифры, которые мне предупредитала редакция, по цитатам Илья Масук говорил, это один из высоких чиновников, если не ошибаюсь, замминистра связи, что-то такое. 2000 бригад по 3 человека, которые будут выезжать и устанавливать оборудование по стране. Ну, как бы, огромный объем оборудования, закупленного в Китае, разумеется, и так далее. И все это чего ради? Ради того, чтобы создать такой аваруационный шум, в котором все, черта матери, скорее всего, потеряется. И все будут решать снова люди на местах, которым либо все равно, либо не все равно. Это факт. Ясно. В общем, удивительное дело. Кстати, докину туда же, по поводу активности исполнительной власти в интернете, что на прошлой же неделе Управление делами президента опубликовало план на 2012 год, в котором фигурирует также конкурс на проведение научно-исследовательских работ по излучению аудитории Twitter и Facebook. Вот такие вот дела. Слышали, да, об этом? Да-да-да. О том, что предполагаются они разобраться, что там случилось. Помнится еще в году 2005, 2006 или, может быть, 2007 даже, ходила шутка насчет того, что все-таки когда-нибудь, боюсь, случится такая история и обнаружат власти интернет, запалят какая-нибудь крыса. Вот похоже, запалили. Запалили, запалили. Ладно, коллеги, будем, видимо, двигаться дальше. У нас впереди небольшая пауза. Атя, стоп, секунду, хотел сказать, что нет. Дам пару комментариев из Twitter, поскольку тут приходят новые и новые. А это интересно, я не успеваю к ним обратиться. Значит, среди прочего, мы задали вопрос вот сейчас по ходу движения. Вы будете смотреть онлайн-трансляции избирательных участков? Эта схема способна сделать выборы прозрачнее? Вот, задали такой вопрос. И ответы были таковы. Чтобы смотреть, надо зарегистрироваться на ком-то одном участке. Все сразу смотреть нельзя, будет канал ограничен. Это вот, видимо, человек более знающий. Следующий ответ, не буду. Эта схема не способна сделать выборы прозрачнее. Будущий предложенный главным бейфициаром нарушения нет доверия. Вот таким образом. Значит, многие фактификации случаются в территориальных избирательных комиссиях, где переписывается протокол избирательных участков. Еще один ответ. Вот, ну и так далее. То есть, в общем, и наши слушатели тоже, я смотрю, скептически относятся к этой истории. Ладно, небольшая пауза и продолжим. У нас впереди еще две новости. Это у нас сегодня, 23 января 2012 года. Пока были на маленькой рекламе, мы вспомнили с коллегами о том, что ко всей этой истории очень забавно ранее описанный как с проектами закона СОПО, так и с только что обсужденными онлайн-трансляциями с участков выборных. Заман к этому привязывается тот факт, что реализацией всего проекта по, собственно, этому установке камер на участках причастна компания Телемаркер, это компания Георгия Тушинского, создателя Олафом Патриком, одиознейшего сайта, который чуть ли в свое время не был причиной недопуска России в ВТО, если не ошибаюсь. Было, было такое. В общем, получается, что, ну, я не буду говорить пират-слово, да, но что-то вроде того, что так в свое время называли, господин Тушинского, в общем, занялся вот такой вот деятельностью по обеспечению правовых выборов. Стал корсаром. Ну, благородно. Это скорее про то, что на стороне противников копирайта работают, безусловно, талантливые люди. Ну да, получается так. Хорошо, сейчас небольшая новость про Мэйл и Яндекс. Рунет сегодня. По данным отчета TNS Web Index, портал Mail.ru в ноябре минувшего года обогнал проекты компании Яндекс по месячной аудитории. Так, страница Mail.ru в предпоследнем месяце 2011 года посетила 29 миллионов 429 тысяч человек. У Яндекса соответствующий показатель на 34 тысячи человек меньше. Напомню, начиная с сентября 2008 года, эта поисковая система неизменно опережала в численности месячной аудитории портал конкурентов. Борис, это знаковое опережение, как ты считаешь? Или такое прямое сравнение вообще не очень уместно, поскольку разные бизнесы у этих двух ведущих порталов? Ну, в первую очередь, наверное, надо сказать, что такая маленькая разница, там, меньше одной десятой процента по результатам исследования одного из измерителей, где, безусловно, присутствует погрешность и прочее, прочее, прочее. Это условность. Да, брошу то, что по результатам другого измерителя тоже похоже так и будет. ТНС предварительно сказал, что да, обогнали. Ну, тоже немного. Да, безусловно, для Mail.ru это приятно, потому что это возможность добавить новую формулировку в пресс-релизы компании, в корпоративной презентации и так далее. Это хорошо для них. На рынке это ничего не меняет, поскольку позиция обоих игроков зависит не от того, кто первый, кто второй, а от того, сколько у них всего аудитория, сколько трафика и как они успешно его монетизируют, продают. Если уж говорить про цифры, то, на мой взгляд, вот из событий последних недель куда важнее то, что по данным Live Internet у Яндекса вторую неделю подряд доля поискового трафика в России держится ниже отметки 60%, чего не было очень давно, и Яндекс теряет долю рынка. Ну, стабильно, причем не отдавай ее Mail, а отдавай ее Google. Ну, и Mail, кстати, тоже. Ну, или, по крайней мере, Mail тоже там чуть-чуть отобрал. И вот это, конечно, доля поискового трафика для Яндекса куда важнее, чем место по данным ТНС или любого другого измерителя. Ну, с Яндексом сейчас все сложнее, поскольку они стали публичными, и для них любые такие новости – это как бы новости для держателей акций или там потенциальных покупателей, и они только-только учатся работать с корпоративным сектором и отрабатывать такие новости, потому что Волош, не Волош, там, Волош комментировал когда-то там про долю тоже, и это все немножко обрушило их акции. И все эти новости, они все, на самом деле, с точки зрения работы Яндекса, ему ни жарко, ни холодно, с точки зрения его капитализации и работы на рынке, конечно, сильно влияют, и вот я соглашусь с потерей, с опусканием ниже 60, это для Яндекса довольно серьезная история. То есть это все цифры, которые могут влиять не на работу, но на биржевые котировки. Да, да, да. Послушаем, что скажет на это сам Яндекс, у нас на связи директор по маркетингу сервисов Яндекса Андрей Сибрант. Андрей, приветствую. Андрей? Алло, алло. Алло. Да, слышим, Андрей, приветствую. Как внутри Яндекса комментируют то обстоятельство, что по данным ТНС вас опередили несколько? Ну, понимаешь, внутри Яндекса народ, в общем, давно привык хорошо разбираться в аналитике и прекрасно понимает, что, в общем, это заявление, носящее, скорее, пиарный смысл, потому что, по сути дела, можно было бы начать выяснять, а какая аудитория важнее. Важнее ли аудитория суточная или аудитория месячная? Суточная считается как бы более такая регулярная, лояльная, а то опережение у нас в суточных аудиториях пока всем далеко. Мы там с большим отрывом лидируем. Можно было бы говорить о каких-то масштабах этого изменения, но это все на самом деле не суть. По большому счету можно констатировать, что, если отвлечься от пиара, что вот на протяжении уже долгого времени есть два выделенных лидера, которые практически слабо отличаются по аудиторным показателям друг от друга. Называются они Mail.ru и Яндекс. И пока попытки всех остальных игроков, будь то наш собственный ВКонтакте, который очень сильно растет, будь то Google приблизится к этой парочке, ну вот, как-то пока безуспешно. Ну, в общем, вас, я правильно понимаю, что вас пока не напрягает особо тот факт, что по уменьшенной аудитории вас обогнали? Понимаешь, есть столько способов подсчета аудитории. Например, если говорить про аудиторию Mail как холдинга, включая туда и аудиторию одноклассников, то я уж не знаю, почему они это дело не обыграли, но по Камскору аудитория Mail как холдинга нас превысила тоже не очень значительно, но стабильно еще несколько месяцев назад. Были колебания и в ту, и в другую сторону, то есть я еще раз говорю, это история про пиар, ну, пиар на всех, там, на прессу, на инвесторов и так далее, а не про суть дела. По сути дела, темпы роста что Яндекса, что Mail практически идентичны на протяжении уже, ну, вот, по крайней мере, последней пары лет. Я задам вопрос, который задавал вам же пару лет назад в одной из передач. Тогда ответили на него нет. Сейчас спрошу снова. Mail.ru является сегодня конкурентом Яндекса? Ну, в какой-то степени является, потому что у Mail.ru, как известно, есть сервисы, которые не чисто коммуникационные, а, скажем так, информационные, справочные. Ну, например, мы видели очень интенсивное развитие карт Mail.ru, и мы, конечно, следим за тем, что Mail.ru делает в картографии, потому что для нас это core-сервис. Mail.ru сейчас очень активно начал наращивать долю в поиске, особенно последние несколько недель. Но, как вы понимаете, любая активность на рынке поиска для нас это конкурентная активность. Хорошо, спасибо. Поэтому по каким-то направлениям, да. Спасибо большое, я понял вас. Это был директор по маркетингу сервисов Яндекса Андрей Сибрант. Комментарий изнутри, что называется. Значит, вот такой взгляд на вещи. Кстати, действительно странно мне показалось то, что Mail.ru не включил одноклассников в пул собственных проектов. Они считались отдельно. В частности, вот в ТНС тоже. Ну, я слышал, что в ТНС проходит отдельно к отдельный проект, но Mail-то может сказать, что это мы вместе. Ну, у них там же сложная история с разделением после их покупок и преобразованием в холдинге. У Яндекса, по-моему, 37 проектов, у Mail-а 34 проекта, насколько я помню, если цифру правильно запомнил. И они считают по проекту это все, то, что по внутренним проектам. А одноклассники внутренним проектом, по сути, Mail-а не являются. 100% внутри Mail-а. Нет, нет, оно владением является, но не является его субпроектом, как и карты, и там, ну, то есть... Бренд другой. Бренд другой. И, соответственно, когда по бренду мерить, вот, биться, а у нас еще есть одноклассники, а у нас еще есть еще что-то, это как бы немножко совсем нечестно, и они могут это делать, но это совсем некрасиво выглядело бы. Ну, хорошо. А сейчас тогда под завязку передачи об одном новом и неоднозначным принятым наблюдателями проекте от Mail-а. В понедельник, 16 января, официально открылся сервис микроблогов «Футубра». Как сообщают представители сайта, за первые сутки работы в открытом режиме он привлек более 17 тысяч человек. Напомним, функциональность сервиса дает возможность публиковать короткие сообщения до 200 символов, делиться мультимедийным контентом, подписываться на обновления других пользователей и создавать события. Изображение и видео, но «Футубре» выводится непосредственно в ленте событий. Какие впечатления у вас, коллеги? Меня удивило то, что проект в качестве основного домена использует домен в зоне ком. Да, согласен. А меня заинтересовало то, что на сайте вообще нет упоминания о том, что это проект Mail.ru. И связанное с этим удивило то, что там нет никаких элементов облегчения регистрации для людей, у которых уже есть аккаунт в Mail.ru. Это все. Я не верю в то, что проект без поддержки всеми мощностями Mail.ru, без активного привлечения туда аудитории с большого портала, то, что проект сможет выстрелить, вырасти сам. А Василий, ты? Ну, мне, кстати, на понарелска не сделали его, но я соглашусь, что здесь похожая история с Google+, но, возможно, они пытаются немножко другим путем идти, и поэтому, видимо, нет Mail.ru аккаунтов по той причине, что они пытаются сделать это естественным путем или какое-то время хотя бы дать им естественным путем развиваться, чтобы у них была какая-то аудитория их настоящая, а не пригнанная, и дальше уже с этим что-то делать. Но я боюсь, что, ну, как бы, такие проекты, рожденные в рамках больших компаний, они могут быть успешными, но таких примеров довольно мало или они очень странные. Надо сказать, что все было сделано, как я понимаю, сейчас мы услышим на этот счет, кстати, позицию самого Mail.ru и, собственно, проекта Futubra, все было сделано для того, чтобы создать атмосферу стартапа для Futubra. Их даже, по-моему, отсадили. Это хорошо, это очень правильное и достаточно умное решение, но я боюсь, что их давит именно их, то, что это делала компания, не важно, что Mail.ru делала, что делала большая компания, и у них нет вот этого вот запаса стартапности внутренней, своей собственной, которая позволила этому проекту стать, ну, как правильно сказать, настоящим, true. И это будет их каким-то образом сдерживать и ограничивать в будущем, на мой взгляд. Интересно, очень много было мнений насчет того, что у пользователей микроблогов сегодня уже есть площадка, и она другая просто не нужна, в России в том числе. Mail, видимо, читает по-другому. Мы сейчас послушаем мнение по этому поводу, собственно, одного из виновников торжества, если можно так выразиться, руководителя проекта Futubra Алексея Терехова. Алексей, ты с нами? Да, привет. Приветствую. Скажи, пожалуйста, как ты смотришь на перспективы Futubra вообще, какие комментарии дашь по поводу старта, насколько доволен ты как руководитель? Смотрю, конечно, радужно, потому что, видно, первые дни уже показали, что проект вызвал очень большой интерес, очень большой резонанс, и в прессе в том числе. Мы, скажу откровенно, не ожидали такого большого хайпа и такого массового обсуждения. Были и критики, были и довольные, были и нейтральные люди, но нейтральных, что очень радует, было очень мало. Люди поделились на два лагеря, часть активно ругала, критиковала и говорила, вот как вы сейчас обсуждали, что зачем нужен еще один такой проект, а части очень понравилось, они начали пользоваться нашими сервисами, вот сейчас мы уже видим, что костяк сервиса Ядро уже формируется. А какой он костяк, то есть по количеству, если уже формируется? По количеству это уже больше 40 тысяч пользователей, и сейчас вот мы видим первые дни, когда мы начали после пиар вот этого хайпа, начали уже отрастать естественным образом по аудитории, по посещаемости. То есть первая неделя закончилась и пошел уже такой нормальный, нормальный полномерный раз. А что вы видите главными задачами на ближайшие недели, месяцы? На ближайшие вот буквально дни мы видим главные проблемы и задачи, которые мы сейчас будем оперативно заканчивать решение. Это борьба за качественный контент и борьба за высокую культуру тех пользователей, которые нами пользуются. Немножечко патологически, но тем не менее. Вот этот вот большой хайп новостной привлек очень разношерстную аудиторию. Часть из нее была очень хорошая, интересная. Часть была настроена маргинально и хотела сервис с самого начала уничтожить. И начала предпримять активные попытки для того, чтобы это сделать, публикуя незаконный контент в больших-больших-больших количествах, мы к этому были немножечко не готовы, но достаточно оперативно предприняли ряд мер и сейчас реализуем тот функционал, который бы позволил аудитории контролировать степень культурности контента. То есть, чтобы люди могли читать то, что они хотят, а не то, что им предлагают, например, какие-то организованные группы маргинальных людей. Вот этот функционал мы реализуем и с помощью наших модераторов выведем уровень культуры на тот, который мы видим. А мы видим, что нашим сервисом будут пользоваться продвинутые прогрессивные люди, которые хотят жить интересно, которые хотят быть в курсе всего нового и потреблять такой качественный мультимедийный контент. То есть, вы будете выставлять стандарты культурности и бескультуре? Мы хотим помочь на старте сформироваться той культуре, которую мы хотели бы видеть на проекте, а дальше она должна формироваться однозначно нашими пользователями, если они знали. Просто на старте, когда у всех равные условия, могут победить как плохие, так и хорошие, мы хотим помочь хорошим, чтобы дальше этим проектам было приятно пользоваться, в первую очередь нам самим. Кто будет вашим пользователем? Всем корот, у нас осталось буквально несколько секунд, потому что многие сомневаются в том, что к вам придут лидеры мнений, которые уже сегодня загнездились в Твиттере. Кого вы ждете там? Так, чтобы сформировать ту самую активную группу пользователей? А, ну, лидеры мнений у нас уже тоже есть, и им многим нравится, кому-то не нравится, кто-то нас тоже тестировал на плохой контент. Но, тем не менее, ядро аудитории мы видим как молодые, успешные, стоявшиеся люди, которые не стоят на месте, которым важно и интересно все, что происходит в мире, которые хотят быть в курсе самых новых событий, и которые хотят общаться и обсуждать все эти новости и интересности друг с другом, с людьми, которые разделяют их интересы. Ага, ну, это все то же самое, что говорит Твиттер. А что вот против Твиттера можете предпоставить? Совсем коротко, вот, главное. Совершенно другой формат представления информации. Большие картинки и видео в профиле, мультимедийный контент совершенно меняет формат потребления этой информации. Вот попробуйте, и вы поймете, что это совершенно другое. Хорошо. Удачи вам в начинаниях и всего доброго. На этом все, коллеги. Думали еще немножко поговорить, но время заканчивает, к сожалению, передача. Я напомню о том, что у нас в гостях были эксперты сегодняшней передачи Борис Овчинников и Василий Эсманов. На этом, пожалуй, наверное, не успеем сказать резюме, поэтому буду прощаться. Это была передача «Урнет сегодня». Надеюсь, вам было любопытно. Также будем двигаться в таком энергичном ключе и в следующих программах в несколько обновленном формате. Меня зовут Максим Спиридонов, редактор программы Михаил Боды. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.